приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу про 10 сезон боевого пропуска их уже 10 штук прошло точнее 9 прошло 10 начинается это так сказать юбилейный 10 боевой попуск и в целом если на него посмотреть он неплохой он даже с некими новыми фишками ну а в целом солидный достойный нормальный оформленный стилизованный добротный такой боевой пропуск в этом боевом пропуске по большей части все как обычно но есть две новые фишки в трофейном оборудовании добавилась новая оборудка трофейная закалка и трофейная закалка это очень нам надо если вы думали что он что нам надо из оборудования вот это именно она вы должны хотеть получить это поскольку сейчас закалка это очень метовое оборудование ставится на все что видишь вот просто втыкаешь и ты прям молодец особенно на к бс как в кланах если ты не воткнул закалку то можешь складно выходить иди туда куда-нибудь там в рандоме месить рачков поэтому закалка нам надо розовая фиолетовая белая красная зеленая любого цвета просто нам надо закалка по любому также еще у нас появится и тут коллекция мы новогодние там какие-то коллекции собирали теперь у нас еще коллекции боевого пропуска это такой какой-то там альбомчик с картинками мы будем проходить боевой пропуск эти коллекции будут собираться когда мы ее соберем мы дополнительно получим три жетона жетона как обычно мы тратим на танки если танки нам не интересны то мы можем как обычно взять еще одну трофейную оборудку но только одну за три жетона либо можем набрать на все бабки бонов либо резерву на серебро в одном из боевых попусков мне так надоели эти дебильные танки поскольку на мой взгляд половина из них просто мусор слабый я с кайфом набрал на все жетоны резерву на серебро и нафармился прям по самый некуда в десятом сезоне боевого пропуска мы сможем в обычных наградах получить 12 жетонов в улучшенных наградах мы сможем получить еще 9 итого 21 жетон за прохождение боевого пропуска 10 также еще если мы соберем коллекцию еще три жетона и того получится 24 24 жетона хватит на один из двух новых танков девятого уровня за жетоны это танк называется bz 58 2 китайский тяж девятого уровня сказать что последнее время много китайских тяжей ничего не сказать но этот тяж нам по идее не нужен посмотрел на его ттх я разочаровался мало того что я разочаровался его через время еще понерфили то есть этот танк понерфленное разочарование когда этот танк можно будет постримить я его вам покажу и мы убедимся действительно ли он слабый и он нам не нужен пока что посмотрев на него со стороны на его ттх и дерьмовую броню ощущение что он нам не особо нужен немецкая пт смотрится получше но этот геймплей сидеть в кусту и переходить в осадный походный режим это на любителя это тоже надо попробовать и понять по всем остальным танкам все понятно все остальные старые я сейчас могу очередной раз хвалить фейс-1 объект 777 сказать что шарфутюр нравится ца миру танков лорейн 50t слабый но мне понравился кунзе панзер слабый к-91 пт слабый но к-91 пт что-то там в турнирах им будет да или нет я в них не играю кобра токсичная имба но мне она не зашла я бы все это мог сказать и сказал на самом деле из этого всего я бы взял по сути фейс-1 объект 777 лору 50t или шарфутюр 4 а все остальное я не знаю зачем она вообще там есть но еще кобра на любитель большая часть из этих танков я вообще не знаю они там стоят пыляться если сказать от себя от души то из этого всего набора танков я нормально с кайфом поиграл только на двух фейс-1 и объект 777 все остальное я вообще не знаю зачем она у меня в ангаре есть я его все взял и она просто есть если хотите можете тоже взять и она у вас будет ну и в конце хочу сказать еще что в этом юбилейном 10 боевом попуске будет снова три головы 3 3d стиля прогрессионных и танки на которые уже есть 3d стиле это конечно не сильно понятно рина черон те маус удис 1516 все 3d стиле выполнены в пустынном стиле также у нас есть еще три члена экипажа с нулевым боевым братством и еще опыта хватит на пару перков они тоже все такие стилизованные все в одной манере в общем и целом выглядит все хорошо ну вот мы это все узнали на все это посмотрели все такие радостные но что нас ждет 6 марта этот сезон начинается 5 июня заканчивается то есть три месяца мы будем этот боевой пропуск катать чтобы его катать нужно просто на разных танчиках набивать очки все пока не на танках не закончится лимит очков по сути просто играем в игру как и обычно и играли также 6 марта этот боевой пропуск появляется в новом патче 120 они вместе выходят то есть этого 6 марта и стартует патч 120 там у нас переделка карт трех новая карта устричный залив ребаланс танков автопереворот на мини карте отражение надписи танков чтобы они за мини карту не вылазили на тесте то есть я думаю но наверное на основе будет но это не точно честно говоря это мелкая фигня очень сильно меня отвлекает поскольку я привык что надписи в обратную сторону не отражаются и такая мелочь невероятно отвлекает в бою поскольку я 10 лет смотрел и было по-другому теперь придется привыкать к этому надеюсь быстро привыкну 26 числа у нас последний день ивента на гк и наконец-то доби будет свободен потом долгое получение наград а может быть и нет раньше награды на гк вообще очень долго выдавали ты успевал за них забыть но вроде последние разы выдавали побыстрее было бы круто чтоб сразу мгновенно выдавали но это какие-то сказки покажу вам новый танк и наконец-то отдохну от напряженных двух недель даже напрягает не то что ты много боев играешь а то что ты сидишь и следишь за всем этим процессом даже между боями чтобы успевать заходить туда заходить сюда это очень выматывает несколько дней еще было бы более-менее но две недели это жесть немного поменяется время стримов наверное продолжительность стримов и еще кое-что новое на канале вас ждет но об этом потом в принципе такой вот 10 юбилейный боевой пропуск нас ждет пишите в комментариях свое мнение на мой взгляд вроде как все вполне себе неплохо единственное что 3d стиле на танки на которых у меня уже и так есть 3d стиле это не сильно прикольно но мне почему-то кажется что лет через непонятно сколько на всех десятках будут 3d стиле штуки по три и каждый из этих 3d стилей будет в разном таком вот с этими в разном стиле там пустынные какие-то болотные джунгли шмунгли и зимние ну в общем целом посмотрим с вами был варчик орать красиво всем удачи и пока удачи и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...